Общественное движение РЭЭКО при поддержке Министерства природных ресурсов, Росприроднадзора, ЮНИДА, Центра промышленного международного сотрудничества и Организации объединенных наций и окружающая среда проводят программу ЭКО-проекта России под эгидой Года экологии. Компания Суэкхакасия в полном мире осознает свою ответственность за свою деятельность перед обществом и поэтому в числе важнейших приоритетных практических работ компании это повышение уровня экологической безопасности. История разработки Черногорского месторождения Каменноугольного, где вы сегодня с утра были, начинается с 1959 года. Животные, обитающие в районе разреза, уже практически адаптировались к антропогенным воздействиям различных форм. Сам техногенный ландшафт, карьера, он способствует расширению, как ни странно, биоразнообразия путем формирования различных мест обитания и их экологических свойств на отвалах. Мы в эти почвы, мелкозем так называемый, который остается после деградации породы, который стекает во впадины, туда же мы вводим биопрепараты и создаем симбиоз растений и микробиоты. При развитии биоциноза появляется и животный мир. Работа с озеленением, экологическое служение, это служение будущему. Его надо вносить в экономические планы как существенный фактор. Меня попросили все-таки рассказать об экологических проектах, которые ЮНИДА осуществляет в Российской Федерации. И, наверное, может быть, предложить что-то и СУЭКу совместно поработать. Мы работали уже в компании Кузбасс Разрез Уголь. Это внедрение систем энергоменеджмента и сертификация компании по тоже экологическому направлению. Это ИЗО 500001. Недавно этот стандарт был принят, где-то всего лишь три года назад. Но, тем не менее, компании, сертифицированные по этому направлению, по этому сертификату, также могут получить преимущество. Вы же экспортоориентированная компания. То есть он вам не помешает, а позволит в какой-то степени также продвигать вашу продукцию на зарубежные рынки. Экологическая ответственность и программы в области не только охраны окружающей среды, но и экологической пропаганды, они в политике СУЭК присутствуют как бы издавна. В этот год, в год экологии, мы достаточно усиленно, скажем, внимание этим вопросам придаем. В том числе выставку первозданной России возим по нашим регионам. Опять же, чтобы снова еще раз привлечь внимание к природе, о том, насколько она уникальна, как важно о ней заботиться, и о том, что это можно делать. И каждый человек может это сделать. Начиная от того, что убрать мусор где-то, такие акции мы тоже проводим, убирая мусор в парках, на реках, в лесах, и заканчивая тем, что можно вносить созидательный вклад, хотя бы посадив дерево. Проблема экологии, она везде актуальна, и для большого города, и для малого города. Дело в том, что качество жизни, оно важно везде. И поэтому, создавая новые парки, сажая новые растения, везде, город, деревня, село, не важно что, большой или маленькой, мы делаем совершенно новый уровень жизни. То есть, на самом деле, медицина важна, транспорт важен, дома тоже важны, но нужно, скажем так, красивое окружение. Вот именно это является, скажем так, качеством жизни, новым качеством жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!